В новую неделю доллар начал в ожидательной позиции. На прошлой неделе доллар США распродавался так сильно, что скатился до 7-месячного минимума. Против него сработали сразу несколько факторов. Неожиданно очень слабый отчет о рабочих местах за июль поднял волну паники, так как мог стать доводом для рецессии в американской экономике. А рынки начали спекулировать на экстренном сокращении ставки Центробанка США прямо в начале августа. Но главным успокоителем стали последующие экономические отчеты. Они развели опасения спада ведущей мировой экономики, в результате чего доллар восстановил большую часть потерь прошлой недели. И теперь рынкам нужно убедиться, что инфляция в США тоже находится под контролем. И в этом плане календарь предстоящей недели обещает быть очень насыщенным. Но мы пока давайте выясним, как могут повлиять на расстановку сил в главных валютных парах экономические новости, которые выйдут во вторник, 13 августа. Вы смотрите видео календарь трейдера. Кроме сухих данных по росту производства или уровням продаж, статистика еще пытается подсчитать такие, казалось бы, неуловимые показатели, как настроение. И эти отчеты вполне конкретно могут повлиять на движение активов. Например, в начале вторника Австралия опубликует индекс потребительских настроений. В его компоненты входят, например, разделы семейные финансы по сравнению с прошлым годом или время для покупки крупной вещи. То есть индикатор позволяет определить, насколько потребители, как главный двигатель экономики, готовы эту экономику двигать через покупки конечного продукта. И в этом плане австралийская экономика ожидает роста индекса сразу на 1,1%, что должно позитивно сказаться на валютах антиподов в долларах Австралии и Новой Зеландии. Получит шанс вырасти во вторник и валюта другого островного государства – Великобритании. Правда, для этого экономического отчет должен быть позитивным для фунта, который потянет за собой и соседний евро. Однако прогнозы предполагают совершенно другое. Как ожидается, безработица в стране должна повыситься до 4,5%. Это негативный сигнал на экономике или даже угроза рецессии. Правда, отчет по рынку труда в Великобритании вряд ли сможет так встряхнуть активы, как это сделали на прошлой неделе американские нонфармы. Однако ослабить фунт и евро по отношению к доллару США они вполне способны. Еще один аргумент по отношению к этим двум европейским валютам – доллар Соединенных Штатов может получить после публикации данных о росте заработных плат в британской экономике. Если показатель, как планируется, упадет с 5,7% до 4,5%, вот это станет сигналом для Банка Англии к снижению своей ставки. А для фунта, стерлингов и евро – это явный сигнал к снижению курса. В этот же день падение евро может оказаться еще ощутимее, так как будут опубликованы индексы экономических настроений. Этот индикатор, к слову, учитывает еще более абстрактные понятия, настроение потребителей, например, моральный дух или оптимизм. И, похоже, и тот, и другой находятся в упадке. Так индекс готовится упасть в район 35 пунктов, а зона роста и расширения, напомним, начинается от отметки 50 и выше. Также в главной экономике еврозоны дела в этом плане обстоят не лучше, то есть, согласно прогнозам, индикатор может потерять сразу более 17 пунктов. В результате его итоговая линия рискует выдвинуться в район 30,6 пункта, а вместе с ней сдвинется вниз и цена евро по отношению к доллару США. Но в этот день рост американской валюты также будет, скорее всего, под давлением экономической статистики внутри страны. В Соединенных Штатах будут опубликованы данные по инфляции производителей, рост цен на заводах-изготовителях в Соединенных Штатах, как ожидается, замедлится в месячном исчислении с 0,2% до 0,1%. В годовом исчислении ожидается, что показатели останутся на прежнем уровне, на отметке в 2,6%. При этом базовые цены производителей должны замедлиться в два раза, с 0,4% до 0,2%. Они не включают расходы на продукты питания и энергоносители, поэтому этот показатель является ключевым для Федеральной резервной системы в плане формирования прогноза по возможному снижению ставки. Напомним, что целевыми для американского регулятора выступает 2% годовых инфляции, а подъем базовой инфляции в годовом исчислении пока держится на уровне 3%, причем это годовой максимум. Так что доллар США в случае сохранения этого показателя также в отчете за июль может отреагировать умеренным и непродолжительным ростом. А о том, как на самом деле будут развиваться события на финансовых рынках, вы, конечно же, узнаете из наших регулярных информационных видео на нашем канале. Подписывайтесь на канал Инстатрейдерс и будьте в курсе новостей вместе с нами. Субтитры сделал DimaTorzok